Бывают очень тяжелые в жизни ситуации, бывают полегче, но сдаваться никогда не стоит. Маленькая больная девочка Света Куклина из сильных, несмотря на тяжелую болезнь, она не унывает и даже помогает другим. Делает для них специальные обучающие мультфильмы. Дети на них очень хорошо реагируют. Света Куклина из Нижнего Новгорода единственный в России человек с диагнозом врожденными астенический синдром быстрого канала. Из-за болезни мышцы на лице ребенка не работают, а голоса практически нет. Именно болезнь и отсутствие возможности говорить подтолкнули девочку к созданию серии мультфильмов, в которых она объясняет зрителям значение тех или иных фразеологизмов. Мимо этих роликов не прошли медики, теперь мультики крутятся во всех детских поликлиниках и женских консультациях Нижнего Новгорода. Началось вообще изначально все с того, что Света в своей комнате соорудила такую небольшую студию себе и на планшете, на такой магнитной доске фломастерами рисовала объяснение своего состояния. Основная цель девочки – помочь детям с нормальным голосом, которого у нее нет, говорить грамотно и красиво. Серию этих анимаций Света выпускает под названием «Дети учат детей». В поликлиниках отмечают, что мультики пользуются успехом. И дети, и родители с интересом смотрят анимации во время ожидания своего очереди. Мультики разные, содержательные, красивые очень, так сказать, по своему формулению. И легко воспринимаемые для детского возраста. Родители, приходящие в поликлиники со своими детьми, признаются, что мультики не только успокаивают и отвлекают их детей, но и действительно обучают. Добавок ко всему, некоторые были бы рады, если бы появились мультфильмы не только по русскому языку, но и по другим дисциплинам. Очень хорошо информационно отвлекает от капризов, от хулиганства, от ненужного веселья в поликлинике. И пока мы стояли в очереди, мы наблюдали информационный мультик касаемый русского языка. Вот такое пожелание, если по другим предметам нет, что можно разнообразить. История, география, математика, какие-то интересные мультики можно придумать. Я думаю, что детям разного возраста было бы интересно и дошкольного, и школьного. Родители маленького режиссера надеются, что в будущем их дочь станет хорошим программистом или будет рисовать мультики уже на профессиональном уровне. Также мама девочки Таисия допускает, что через какое-то время их семья решит создать целое пособие для школьников младших классов.